Каждый третий человек на планете подвержен заболеванию сахарного диабета. В основной группе риска люди с избыточным весом. Однако природа болезни может быть обусловлена генетически, поэтому важно вовремя проверять сахар в крови. Прибор по измерению сахара показывает 5,3. Это норма. Граница критического показателя 6,1. В этом случае уже нужно незамедлительно бить тревогу. Сахарный диабет входит в пятерку самых опасных смертельных болезней. Есть жалобы у пациента и симптомы, на которые он может обратить внимание. Это сухость во рту, это жажда. Пациент начинает потреблять большое количество жидкости, он может на это обратить внимание. И на частое мочи и спускание, в том числе и в ночное время. Также человек может терять вес. Существует два вида сахарного диабета. Первый передается генетически и выявляется в раннем возрасте. Второй – приобретаемый. Основные факторы риска для этого типа – это лишний вес и повышенное артериальное давление. У Светланы, режиссера Химки ТВ, артериальная гипертония. Для нее тест важен как ни для кого другого. Я жутко переживала, конечно, волновалась. Но, несмотря на это, все суперпрекрасно, результат на отлично – 5,1. Зачастую о серьезных заболеваниях, таких как сахарный диабет, узнают не сразу. На первых этапах болезнь протекает бессимптомно. Однако, последствия могут привести к гангрене, инсульту или инфаркту. В процессе диспенсеризации сотрудников Химки СМИ у всех глюкоза в крови в пределах нормы. По риску сахарного диабета сотрудников не выпьет. Всего в открытии эстафеты здоровья приняли участие 20 сотрудников Химки ТВ. Уколоть палец один раз в год не страшно. Страшно не успеть предотвратить смертельное заболевание. Надежда Сутягина, Дмитрий Алексеев и Алексей Малахов. Служба новостей.